Брещане готовятся к встрече светлого праздника, воскресения Христова или, как говорят в народе, к Пасхе. Радость и подкрепление душевных сил даёт особое событие. В Брест привезли святыни грузинской земли, икону с мощами святых преподобных Гавриила Сантоврийского и Серафима Саровского, а также ковчег с частицами мантий и с кофе преподобного Гавриила. Мы имеем великую радость у нас в городе встретить великую святыню православного мира, икону с частицами мощей преподобного старца Гавриила Сантоврийского чудотворца и преподобного Серафима Саровского чудотворца. У нас есть уникальная возможность помолиться у этих святынь, попросить помощи Божией, заступничества этих святых. Ну вот сейчас пока великий пост, чтобы Господь дал здоровье, поститься и поработать над собой, изменить себя, подойти к празднику Пасхи, изменёнными, встретить воскресшего Христа. Преподобный Гавриил – один из наиболее почитаемых и известных старцев Грузии нашего времени. По его молитвам происходили многочисленные чудеса, а сам он никогда не отказывал в помощи, исполняя главное христианское правило – любить ближнего. Вот и на этот раз попросить помощи у преподобного Гавриила в храм Тихвинской иконы Божьей Матери приходят сотни людей. И всё это благодаря тесному сотрудничеству Брестской епархии и творческой группы православных журналистов из Грузии, которые привезли икону с мощами святых преподобных Гавриила Сантоврийского и Серафима Саровского в город Брест во второй раз. Мы начали путешествовать по Беларуси, по благословению архиереев. Но я могу сказать, что ту любовь, которую мы почувствовали в Бресте, в Брестской епархии, не часто можно такую любовь ощутить. Ощутить любовь к старцу Гавриилу и именно к нам. Мы кто такие? Конечно, я задаюсь вопросом часто. Но, слава Богу за всё. В Бресте очень любят и почитают старца Гавриила. И свидетелями становимся, наверное, каждый день. Сколько людей прикладывается и к иконе, и с таким благоговением, с такой любовью я просто поражаюсь. Старец Гавриил особенно молится за каждого человека. Невозможно не ощутить его поддержку. А больше всего меня поражает его любовь, которая никогда не оставляет людей. Независимо от их красовой принадлежности и моральной устойки. Он ведь говорит, я вашу любовь донесу до престола Гавриилу. Слава Богу за всё. Слава Богу, что вы приехали сюда. И спасибо вам. Константин Царцвадзе не только православный журналист, но и режиссёр фильма. Я жду вас в Сан-Тавро о преподобном Гаврииле. Как рассказал режиссёр, картина состоит из воспоминаний людей, знавших преподобного Гавриила при жизни и тех, кто встретился с ним уже после его смерти. Через чудеса, происходившие с верующими на его могиле и у мощей. Грузины называют старца Гавриила священной любовью и чудом XX века. Воспоминания всех участников фильма полны любви и благодарности святому за встречу с Богом и его исцеляющей силой, произошедшей в присутствии старца или по его молитвам. Сегодня Константин Царцвадзе вместе с друзьями и коллегами ведут работу над новой лентой, посвящённой старцу Гавриилу. Сейчас работаем над третьим документальным фильмом о преподобном Гаврииле. Нам уже снято с помощью два документальных фильма. И как раз таки путешествия в Беларуси, кадры, интервью войдут в третий документальный фильм о старце Гаврииле. И дай Бог, чтобы это получилось ко дню рождения старца Гавриила 26 августа. Мы очень стараемся. Приложиться к иконе Гавриила Сантоврийского и Серафима Саровского можно до 22 апреля.